Ежедневно Нину Ивановну ждут разные люди в разных квартирах. Она закупает продукты и отправляется по намеченному маршруту. Отнести, по необходимости прибраться, но по большей части просто поговорить. На улицу не выходили? Нет, я же вас ждал. Ага, ну а потом, это, сегодня погода хорошая, вы сходите, конечно, погуляете чуть-чуть, подышите. А то, как говорят, пока дождя нет, можно и сходить погулять, правда? Как правило, клиентами социального работника в нашем городе становятся пожилые люди, не способные самостоятельно ухаживать за собой. В целом же, социальная работа – это профессия, которая предполагает помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Инвалиды, малоимущие, сироты, пенсионеры. У меня подруга сюда, конечно, подруга у меня здесь работала, и она приходила, говорит, ты знаешь, как хорошо, вот сходишь к старикам, вот именно, принесешь продукты, там, что-то сделаешь. В общем, ты знаешь, вот, какое прям удовлетворение на самом деле получаешь. Вот людям приятно сделать, а они ведь старые люди какие, где-то и это, можно с ними и по ласкови как-то, и вот, где, что-то посоветуешь, где-то, ну, когда у вашего старого человека, на душе на самом деле приятно становится, что вот именно какой-то, как у меня одна бабушка говорит, ну, если бы вас не было, что бы мы делали-то? Без вас вообще, говорит, нельзя. Спасибо, говорит, что хоть в это есть. Конечно, покупка продуктов и помощь по дому – это неотъемлемая составляющая профессиональной деятельности большинства социальных работников в нашей стране. Но главной задачей представителей этой профессии является именно общение. Наладить контакт со своими подопечными, поговорить, оказать психологическую поддержку – вот, что наиболее важно. Женина Ивановна меня очень устраивает. Так, мы с ней нашли, по-моему, общий язык. Да, да, Григорий Яковлевич. Она мне все покупает, ну, что я ей попрошу, причем она не только в магазинах, а и на рынке, даже в другой раз свое принесет. Вот, у нее тоже там есть огород. Так что, то, что мне хочется и что нужно, она приносит всегда. Но Григорий Яковлевич, он молодец, он хороший, он не капризный. Легка, что покупает, платит взносы за квартиру. Ну, в общем, она меня вполне устраивает. За пределами нашей страны к подготовке социальных работников относятся с особенной тщательностью. В России же существует стереотипное представление об этом виде деятельности, как об обслуживающем персонале. Однако, важность и благородность профессии понимают те, кто каждый раз с нетерпением ожидает заветного звонка в дверь. Григорий Яковлевич, Нина. Григорий Яковлевич, Нина. В том числе, профильный вуз, Российский государственный социальный университет, а также медицинские вузы. В списке почетных званий России есть и звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». И День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы.